А у меня следующее предложение. У нас действительно встало на повестку дня, с учетом того, что завтра будет сессия, ну так сказать, рабочая сессия, неофициальная МАГАТЭ в Париже. Официально собираются, но сессии неофициальные. Официальное мероприятие будет 24-26-го там же, в Париже, да, и в общем мир может оказаться просто в другом праве, атомном, просто в другом атомном праве. Так вот может устроен мир. Но у меня такая обидительная просьба, давайте мы доработаем наше решение, так сказать, вот у меня возникло еще много-много вопросов, которые надо дописать, потому что подготовка была такая, понимаешь, что все заняты двух позиций. Нам все-таки надо действительно вернуться к старому решению, договориться о терминологии, о точке обсчета. Очень сложно это написать грамотным аппаратным языком, поймите меня правильно, безумно сложно будет вот просто, да, терминология, да, сейчас я предоставлю слово и вопрос. Вот, и вторая позиция, мне кажется, что это очень интересно, все-таки у нас эта площадка в Госдуме, она достаточно активная и работает, мягко говоря, в стандартном, постоянном режиме. И Константин Борисович, он уже стал у нас фанатом атомной отрасли, да, при всем при том, мы его приобщили в свой коллектив. И есть смысл действительно на будущий год, если, я говорю, мы еще будем успевать с вами встретиться и с короткими сообщениями. Вот у нас довольно 6-7 вопросов конкретно поставлены. Я не говорю, что мы отвечаем на них. Мы пока их жестко ставим. Это и есть та самая система начала координатов. Есть 6 вопросов, на которые надо ответить. И не так все просто в написании. Потому что как только ты пишешь, не говоришь, а пишешь законодательную норму, у нас уходит. Вот у нас Виктор Саныч, Владимир Викторович, они у нас теперь уже большие специалисты, шишек набили. Поэтому как мир устроен все, представляют. И это действительно та самая уникальная ситуация атомной отрасли, причем не только у нас. Ребята, за последний год французы тоже поменяли свое мнение на этот счет. Вот мы с ними регулярно работаем, и это очень интересно. Мы считали, что мы не догоняем, да, то есть мы отстаем вправе. Да, у нас по-другому оно устроено. Да, у нас другое между... Ну, как бы ментальность написания законов. Я так аккуратно скажу. Но взгляд, независимо от мартовских событий, поменялся и там. И зона ответственности, например, государство, заряд позиций, сейчас там звучит просто впрямую, открытым текстом. То есть это поменялся. Источник финансирования, это все. Поменялось отношение к собственности, поменялись зоны ответственности. Соответственно, понятно, что отрасль, еще раз повторяю, очень-очень молодая. И она не имеет никаких практических навыков вот своего полного жизненного цикла. Мы просто нет еще в мире ни у кого. Ну, может, инопланетяне прилетят, нам что-нибудь расскажут. Давайте подождем. Но мне кажется, лучше сделаем сами. Так что спасибо, какие у вас еще есть пожелания. Да, давайте. Я неожиданно обратил внимание, что у нас началась дискуссия. Я думаю, ну, я просто не понимаю, что он последний в списке. Я думаю, дискуссия еще не началась. Она осталась еще раз. Поэтому я именно в порядке дискуссий все ждал, ждал. Я еще готов ответить на вопрос. Да. Значит, дискуссия уже была. Вот поэтому так. Я хотел бы некий примирительный тон дать противоречие, которое возникло в привлеканиях. И я обращаю внимание, когда Геннадий Абрамович формулировал, так сказать, задачи атомного права, на первой строке у него была та самая, как это называется? Терминология. Терминология. И после этого это слово уже употребилось 10 раз. И вами, и мифии, юристами, и так далее. Терминология. Это очень важно. Причем для, так сказать, ну, некой, как говорится, такой образности я обращу внимание на то, что вот насчет ядерной и радиационной безопасности. Это старейший вопрос. Старейший вопрос. И он в тупик загнался традицией. Только лишь традицией. Радиационная безопасность – это безопасность населения. Ядерная безопасность – это безопасность объекта, которая конечную опасность, специфическую, проявляет в виде радиации. Не может быть отдельно… То есть дальше уже начинается игра с терминами и с содержанием этих терминов. И даже в наших рекомендациях. И даже, как говорится, в предлагаемых законах. Вот Геннадий Абрамович, он, любимая его тема, отдельно написать закон о ядерной безопасности. Мы с ним уже лет 10, может быть, 7, 8. И дискутируем, что нет места такому закону. Понимаешь? Есть закон, так сказать, об использовании атомной энергии, который там содержит все эти основные положения ядерной безопасности объектов. И, как говорится, закон о государственном регулировании. Это вопрос о процедуре, как здесь записано. Я вот по этими двух моментов хотел тоже уточнить. Если принять, что закон о радиационной безопасности – это закон безопасности… Ну, вообще, цель – это безопасность населения радиационной, от радиации. То я обращу внимание на то, что сам закон о радиационной безопасности, как закон федеральный, возник только в пылу попытки похоронить ядерную промышленность. Вообще, использовали атомную энергию похоронить, чтобы оно не возникло. В качестве двух инструментов похоронить атомную промышленность было два инструмента выбрано. Отдельный от закона о использовании атомной энергии – закон о радиационной безопасности. Там подсудили такое, чтобы не было возможности использовать атомную энергию. И второе – закон о радиационной, о подходах, радиоактивных подходах. Это была цель того закона, который шло тогда, только для того, чтобы, кажется, атомную деятельность невозможно было существовать. Так была структура того закона, формировалась. Единственное, моя персональная, моя заслуга в то время, в том положении, которое мне было доверено, я добился того, чтобы эти все три закона, чтобы вытащить из тупика, принимались в пакете. Это позволило принять закон о использовании атомной энергии, закон о радиационной безопасности, и отложило на бесконечное гнинение взрывной заряд закона о радиационных подходах. Его до сих пор гнили. Но он тогда был вытащен из пакетов, разрушить саму отрасль. Но остался не вытащен. Закон о радиационной безопасности. Я тогда был уверен, и сейчас уверен, закон о радиационной безопасности самостоятельного права в законодательном, в атомном праве не имеет. Это искусственно созданный закон, который, как говорится, полностью повторил структуру закона о радиационной энергии и включил туда несвойственные вообще закону предельные цифры по нормам, которому место совсем других нормативных атомов. Национальный комиссий не заправился. И сегодня он не имеет. Но сегодня сломать вот это расчленение есть. Вот закон есть. Этот закон, попробуйте сломать. И это же является причиной того, что очень трудно разорвать вот эту связку. Вместо того, чтобы безопасность ядерного объекта или безопасность, так сказать, ядерная безопасность нуклея, вот это в переводе с английского, у нас тянется десятилетие вот эта пара. Ядерная и радиационная. И дальше, как говорится, появляется НТЦ. НТЦ ядерная и радиационная. Он же не может изменить свои полномочия, конечно. У него два слова присутствуют. И они, хочешь не хочешь, они поборники сохранения этой пары. Вот проблема. То есть я возвращаюсь к вопросу, что урегулировать можно. Но удастся ли так, не норма терминология, но удастся ли ее так урегулировать, чтобы даже вот это противоречие несуразность, как говорится, плюс, если двух понятий в одной связке убрать, я не знаю, удастся ли. Это тоже будет вопрос. Теперь относительно уже просто конкретного итогов по рекомендации. Там, значит, вот тоже из-за того, что обращение связи с электронными ходами вот так вот идет, я не против того, чтобы она стояла в первом пункте. Но она уже в первом пункте стоит 10 лет. Хорошо, пусть стоит в первом пункте, не сейчас, в наших рекомендациях. В первом пункте, это, конечно, должна быть, как говорится, скорее всего, концепция. Раз. А из таких рабочих законов должен быть закон о государственном регулировании безопасности. Вот так, дальше. Вопрос. Там в этом, даже в предложениях, там слово было о регулировании безопасности. Я все-таки подчеркиваю, что вещь должна в этом законе выпечена, а государственная. Дальше. Дальше, как говорится, о том, что в третьем пункте, который там, это посвящен, там, говорится, приоритет на порядке разработанных предложений подгоняются, когда по уровню, вот там слово дополнительных, это после страха сфокусивания убрать этот дополнительный. Дополнительные могут быть даже вообще длинные и ненужные. Вопрос об оптимальной, то есть две категории. Во-первых, максимально достижимое место сформулировано. И экономические правды. Это тоже, другими словами, Георгий Абрамович, это гвоздь. Почему? Вот подразумевалось в этих строчках тот факт, что у нас сегодня существует совершенно неоправданная система нормативов по тем самым допустимым присутствию радиоактивных материалов и еще, ну, чем угодно. Сегодня мы после Чернобыля загнали наши нормативные цифровые показатели на уровень, когда отторгались эти самые миллионы людей, попадали в в изгои, как говорится. Зато это максимально безопасность. Она попадала. И цифры, которые там используются, они меньше, чем допустимые нормы загрязнения продуктов цивилизованных европейских стран. Вот до чего мы дошли. Вот, если об этом речь идет, то вот это надо и об этом давно я не буду словами. Постоянно приходят ребята из проекта. Нужно гармонизировать это, если нам удастся это сделать. Это серьезно. Если это имеет суть первого перестра, то об этом и есть речь. А во-вторых, когда речь уже идет о государственном регулировании, то меня прорубит слово процедурное. Вы его повторяете понимание раздела задачи. и определение ясности о чем речь идет. Но слово процедурное слишком какое-то процедурное. Это совсем уже ну что делать? Оно у нас существует международных нормах. Определяющего то есть механизм и порядок. Давайте заменим на слово механизм и порядок. Основные положения государственного регулирования безопасности в области нормативной разрешительной и надзорной деятельности. То есть все эти три фактора там должны быть здесь как задачи поставлены. А и второе тоже конкретное замечание. Во втором пункте, когда совместно соинтересованы организации подготовку концепции, там совместно. А вот уже надо совместно соинтересованы организациями вопросами. Спасибо вам большое. Так, коллеги, у кого еще есть какие предложения? Извиняюсь, здесь все-таки следует уточнить, вы не считали название закона, как он здесь тоже декларировался и произносил с обустарственным регулированием безопасности. Слово безопасности. Я опять Валерию Валерию возражу. Он все время, мы тоже с ним спорим, он говорит о ядерной и радиационной. Вот ему тоже посвящен. Погорели мы в Чернобыле только потому, что разделяли. Есть безопасность, включающая все виды безопасности. И только нужно говорить о безопасности. А уж дальше мучиться, каким органам давать на согласование нормы, и какая череда этих органов присутствует в этом процессе государственного регулирования. Определить иерархию этих органов. Но безопасность должна быть только одна. Единая для всех объектов и единого измерения. Ядерные коллеги, коллеги, у нас регламент все договорились. Спасибо вам большое. Радиационная особенность этой безопасности. Особенность регулирования здесь есть еще такое дополнение относительно ядерной произносится безрадиационной просто традиционно два слова ядерный это секундочку заблуждение объекты бывают разные с ядерными и ядерный материал, а есть вообще только радиоактивные конечносты. По хранению допустим радиоактивные какая там ядерная безопасность. Я с вами абсолютно согласна вот сейчас когда вы все вместе очень пламенно эмоционально выступаете услышите меня пожалуйста у нас действительно очень много вопросов терминологии да и то что мы с вами привыкли как профессионалы использовать внутри это одна конструкция и тут мы можем спорить до любого состояния но у нас есть вторая проблема то что мы говорим публично представляем за пределами нашего профессионального сообщества приобретает часто совершенно другую окраску и вот это та позиция которую нам точно надо отработать и как стихи в детстве выучить нельзя путать определенные виды терминологии вовне это может нам очень дорого стоить причем именно чисто человеческий фактор поэтому вносите предложение безопасности вообще и янерной и радиационной безопасности в частности дело в том что о безопасности вообще существует масса законов если мы вдруг начнем в законе о государственной безопасности регулировать использование энергии писать новые какие-то нормы у нас в этом и проблема возникла что у нас сегодня с вами есть 7 законов по безобидам безопасности и у нас надзорные органы слава богу покинули приходят по каждому закону отдельно нет ну я по хорошему говорю они это прекрасно понимают и мы сейчас работаем на уровне действительно взаимопонимания что приходит один инспектор проверяет по всем законам но у нас есть другая проблема с которой мы столкнулись именно вовне и меня вот девушки мои коллеги все понимают когда редактировали закон который здесь все мы говорим как наше достижение это правда о надзоре и контроле он же называется о контроле в скобочках надзоре что в терминологии атомной отрасли вообще неприменимо нас пытались отправить ровно на этот же круг что мы такие же как все ура коллеги вот с этим я вас всех искренне поздравляю мы такие же как все но с точки зрения надзора и контроля эта норма неприменима просто потому что мы действительно другие и порядок работы на нашем объекте контролеров и так сказать надзирающих структур тоже другой они за это за что-то отвечают и вот этот клубок опять свалялся что мы другие мы другие потому что у нас есть ядерная радиационная безопасность только поэтому и это нужно поднять как флаг правильно еще раз а вот теперь услышите меня пожалуйста я еще раз повторяю свою терминологию мы другие и ничего другого да и никаких других эпитетов метафор и прочих усилений ситуации быть не может понимаете у нас присутствует еще один вид безопасности нет только специфически коллеги мне потом расскажете давайте мы сейчас завершим чтобы коллеги все в таком уже приподнем настроении вот услышите меня теперь то что я услышала от вас только что и искренне в этом хочу теперь разобраться с точки зрения терминологии у нас есть ядерная и радиационная безопасность то с чего я начинала выступление и говорила одно это техническая компонента внутри а радиационная это отклик снаружи так аккуратненько пыталась прокинуть эту идею а есть другая безопасность о которой вы сейчас назвали ядерная террерадиационная понимаете вот мы начинали 5 лет назад когда писали ядерная террерадиационная и это может быть и есть тот вид действительно безопасности который объясняет нашу особенность на что мы другой объект и тогда туда мы с вами так вот если мы сейчас терминологии в документах правильно напишем а нам сильные миры юристы говорят ребят но вы про себя сами напишите мы вас править не будем только это уже будет ваше техническое решение запятые мы поставим но суть вы должны написать про себя сами и вам потом это отстаивает эту позицию во всех и все остальные документы будут прописаны исходя из этой терминологии ведь терминология хорошо мы сейчас с вами тут можем тоже опять горячо и темпераментно обсуждать и спорить но нам потом от этой терминологии писать все остальные документы мы в какую терминологию с вами уложимся это не литературное произведение это жесткая юридическая конструкция а нашему руководителю еще придется это отстаивать за рубежом да и не просто за рубежом а на международном уровне а там тоже есть свои взгляды на жизнь и они чисто так сказать конъюнктурно коммерческие геополитические понимаете то есть вот это уникальная отрасль которая сумела в себя вобрать все направления жизни и деятельности человека то слышите меня она настолько человеческая что по-моему больше никакой отрасли ни производства ни бытия человека нет на этой планете которая вот так вот все взяла на себя поэтому спасибо вам большое я надеюсь что мы с вами выполним все пожелания нашего президента и решим все вопросы по реализации его инициативы о создании системы международной экспертизы наших проектов которые направлены на обеспечение безопасности использования объектов использования атомной энергии а в своей работе мы сможем реализовывая эти поручения создать хорошую так сказать наверное все таки лучше как всегда в мире систему ядерной энергетики или атомного права ну в соответствии с нашей терминологией поэтому очень признательна вам за работу за активную позицию самое главное я очень жду ну давайте договоримся с учетом праздника в течение двух недель добавление в наше решение потому что оно точно требует доработки мы это понимали мы очень много позиций с девушками исключили с коллегами потому что в моем понимании на вечер распечатки они были очень эмоциональны но это действительно вот еще раз призываю я согласна со всеми это очень эмоциональная отрасль и она того заслуживает внимания и уважения к себе наверное и любви желаю вам всех большим большим успехов спасибо я хотела ответить по Венской конвенции мы ратифицировали еще ее в 2006 году сейчас мы дорабатывали нормы поправки в 170 отрасль automатно второй то